Всем приветики, доброе утро, добрый день, приветики-пистолетики. Ребята, моя поездка накрылась медным тазом, как говорится. Собиралась я поехать на голубые озера, проснулась утром, а на улице льёт дождь. У нас очень сильно похолодало, я одела свою куртку, потому что без неё, как без рук, как говорится, в куртке этой уже много-много лет. Но выглядит она отлично, что значит качество. Это, кстати, лофт, где тут написано. Раньше в Коллинзе продавались два бренда, Коллинз и Лофт. Вот, везде такие лужи огромные. Я не знаю, что делать, дома сидеть скучно. Я решила отправиться на мотокросс. Но теперь у меня вопрос, а будет ли под таким ливнем мотокросс? Я прям в рифму говорю. Ну что ж, посмотрим, поедем, посмотрим, как говорится. Отправляемся, ребят, на маршрутку. Надо ещё понять, куда доехать. Ребятушки, вот она, легендарная эта балка. Там кладбище. Сейчас, секунду, мне с зонтом неудобно. Там кладбище. И вот здесь должен проходить мотокросс. Но в связи с погодными условиями, скорее всего, что его отменили. Что-то где-то жужжит, не пойму где. В общем, хожу тут по полям, по лесам. А, нет, ребята, там ездят мотоциклы. Всё, пойдём смотреть. В общем, иду, 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 иду. Не знаю, как мне туда добраться, где мотоцикл ездит один. Здесь, смотрите, вот видите, ёлочки, вернее, сосенки посадили. А я читала там в новостях, что в балке хотят высадить сосны. А там, кстати, люди идут. Кто-то такой же экстремал, как и я. Ноги у меня все мокрые, в грязи и в глине. Сегодня предстоит большая стирка у меня дома. Вот. Там стоит скорая помощь. Ничего не видно. Ладно, ребята, ближе подойду. Может, как-то я найду какие-то пути, лазейки, как мне подойти поближе. Потому что я, честно, вообще не понимаю, как по этой траве идти или куда мне идти. Не знаю, как мне добраться до того места, где ездит один мотоцикл. В общем, Оля экстремал. Что не сделаешь ради своих любимых подписчиков? Иду по вот такому вот грунту. Ноги мокрые. Вся в грязи, порча свои любимые черные кроссовочки. С той стороны тоже идут люди. Есть все-таки тут машинки. Вот. Стоят несколько скорых... Ну, машин скоровой помощи. Не знаю, куда можно здесь пройти. И где можно тут что смотреть. Я так понимаю, что, скорее всего, здесь машины тех, кто приехал участвовать в этом мотокроссе. Вот машины стоят, мотоциклы. Ну, пойдем, наверное... Куда пойдем? Туда пойдем. Вот такой мотоцикл стоит. Ребят, в общем, мотокросс такой. Я не ожидала, конечно, что будет так совсем все печально. Ребята стоят. Никто не ездит. Там парень говорит, девушка, вы не ко мне случайно. В общем, там один мотоцикл ездит, и все. И никого больше нет. И то он сейчас стоит. Сейчас приближу камеру, чтобы вы увидели. Вот он стоит. Не знаю, ждет указания или что. Ну, совсем все печальненько, конечно. Я немножечко ожидала увидеть другое. Не знаю. Скорее всего, связано все с погодными условиями. Вон там стоит еще один. Ну, не знаю, как правильно. Мопед, наверное. Не мотоцикл, а мопед. Беленький. Тот так ехать и не собирается. Стоят, что-то обсуждают. Льет дождь. Вот стоят ребята, другие участники. Но никто ехать не хочет. Печалька. Печальная печаль. Ребят, в общем, у меня уже камера вся мокрая. Никто не едет. Там стоят, очищают колеса от грязи. Вот такая вот балка. Там бульвар Краматорский. Это у нас микрорайон Лазурный. Лазурный. Кому интересно. Ну, вот. Как-то так. О, поехал. Я вообще не представляю, как он ездит. Тут глина, грунт. Оно все к колесам прилипает. Это очень сложно. Такие погодные условия. Я бы сказала, это даже опасно. Спрятался за столбом. Или он не заехал. Не вижу вообще. А, он внизу видит. Вот, ребят, я вам показала мотокросс. Странно, почему они его не перенесли на другой какой-то день. Ладно, ребятушки. Честно, мне не очень нравится лицезреть данное действие. Буду я, наверное, возвращаться обратно домой. Отмывать свои кроссовки. Зря приехала, как говорится. Ну, как-то, как-то так. Печалька. Там стоят другие участники. Не знаю, будут они принимать участие или нет. Я, вообще-то, думала, несколько будет этих мопедов ездить. Или как они правильно называются. Кто знает, пишите в комментариях. Все, ребят, пойду я. Устала стоять ждать. Печаль, не печаль. Печаль. Уже два мотоцикла будет ездить. Рука трусится у меня. В общем, что могу сказать. Интересного мало. Наблюдаем мотокросс другого ракурса. Людей совсем мало. Ну, понятно, дождь. Кто захочет по дожду сюда ехать. Ребята, конечно, стараются. Я вообще не знаю, вот мотокросс это что они. Кто-то выигрывает или как. Ставки, может, какие-то делают люди. Сегодня, конечно, погодка подвела. Ни на голубые озера я не съездила. Ни мотокросс так себе. Мне понравилось, как вот этот вот. Ой, гляньте, как он излетает. Заносит их, конечно. Ни на голубые озера. Все, ребятушки, пойдем домой. Хватит на сегодня мотокроссы нам. Столько людей с той стороны, машин мало. И с этой стороны. В той степи глухой замерзал я мщик. Ну и подведем итоги. Что могу сказать. Погодка, конечно, сегодня всех подвела. В первую очередь меня, что я не поехала на голубые озера. Ну и, естественно, мотокросс, к сожалению, но очень-очень слабенький. Я запыхалась, пока шла. Вот, вся грязная. Обувь у меня полностью мокрая. Надо сюда ехать в резиновых сапогах по такой погоде, потому что и глина, и грязь. Вот, что пойду домой, буду отмываться, ластировать одежду, обувь. Вот такая у меня прогулочка сегодня. Сейчас тут в луже помою свои кроссовки. Все равно уже много мокрые. И на улице начинает теплеть. Я уже не буду ничего говорить, ничего не буду обещать, потому что сейчас скажу, что завтра поеду, и опять что-нибудь случится, и я не поеду никуда. В общем, посмотрим, какая завтра будет погодка. Надеюсь, что она меня не огорчит, потому что я, честно говоря, очень опечаленная. Это первое лето, когда я такая бледная, незагорелая. У меня еще было, конечно, одно лето, когда я практически не отдыхала. Не практически, а точно не ездила на море. Вот еще одно у меня лето. Я нигде не отдыхаю, не загораю. Меня это ужасно-ужасно раздражает. Все, ребятушки, всем приятного просмотра. До новых встреч. Люблю вас, целую. Как всегда, ваша Ольга Ставицкая. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Инстаграм. В Инстаграме я добавляю тоже много интересной информации. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пальчики вверх. Ну, кому хочется, тот пусть ставит и дизлайки. Я не против. Делитесь своими видео со своими друзьями. Будьте добрее. Будьте счастливей. Делайте свою жизнь красочной, яркой, позитивной. Несмотря на погоду и несмотря на все какие-то негативные ситуации в жизни. Я вас люблю, целую. До новых встреч. Мой фирменный вам поцелуйчик. Па-па-па-па. Ух, из дерева дождик на меня накапал.